Ом. Шримад Бхагаватам, 2, 9, 8. Атапиатас макилалокатапанам, тапастапиямс тапатамсамахитах. Господь Брама предавался аскезам в течение тысяч лет по летоисчислению полубогов. Он услышал трансцендентный звук, раздавшийся с небес, признал его божественное происхождение и, послушный этому звуку, обуздал ум и чувства. Совершенные им аскезы являются уроком для всех живых существ. Так он стяжал славу величайшего из подвижников. Комментарий Шрилы Парупады. Господь Брама услышал мистический звук тапа, но не увидел того, кто его произнес. Тем не менее, он счел это наставление благом для себя и погрузился в медитацию, продолжавшуюся тысячу небесных лет. Один небесный год длится 6 умножить на 30, умножить на 12, умножить на тысячу наших лет. Он внял этому звуку, потому что его чистому видению была открыта абсолютная природа Господа. Наделенный таким видением, Брама не делал различия между Господом и Его наставлениями. Между Господом и звуками, исходящими от Него, нет никакой разницы, даже если Господь не присутствует лично. Лучший способ постижения истины следует наставлению Господа, и Брама, духовный учитель каждого, на своем примере показал действенность этого метода обретения трансцендентного знания. Транцендентный звук не утрачивает свои силы от того, что мы не видим его источника. Поэтому Шримад Бхагаватам, Бхагават-гиту или любое другое богооткровенное писание ни в коем случае нельзя считать обыкновенными, не имеющими трансцендентной силы материальными звуками. Необходимо услышать трансцендентный звук из истинного источника, признать его реальность и без промедления приступить к исполнению полученного указания. Секрет успеха заключается в том, чтобы получить этот звук из истинного источника, то есть из уст истинного духовного учителя. Материальный звук лишен силы, поэтому якобы трансцендентный звук, который исходит от неавторитетной личности, тоже не имеет никакой силы. Мы должны научиться определять присутствие в звуке трансцендентной энергии. Если человеку в результате осознанных поисков или по счастливой случайности доведется услышать трансцендентный звук, исходящий из уст истинного духовного учителя, то перед ним откроется путь, ведущий к освобождению. Однако, чтобы это произошло, ученик должен быть готов выполнить любые указания духовного учителя, подобно Господу Браме, который следовал наставлениям своего духовного учителя, самого Господа. Выполнять указания истинного духовного учителя – единственная обязанность ученика. Именно в такой безоговорочной готовности исполнить любые указания истинного духовного учителя и кроется секрет успеха. Господь Брама обуздал свои чувства, как органы восприятия, так и органы действия, поскольку использовал их для выполнения повеления Господа. Таким образом, обуздать чувства – значит занять их в трансцендентном служении Господу. Указания Господа передаются по цепи ученической преемственности через истинного духовного учителя, поэтому тот, кто исполняет указания истинного духовного учителя, по-настоящему обладел своими чувствами. Аскезы, которые с полной верой и искренностью совершал Брамаджи, сделали его таким могущественным, что он сумел сотворить целую Вселенную. И достигнув такого могущества, он стяжал славу лучшего из Тапасви. Конец комментарий. Хареи Кришна! Хареи Кришна! Хареи Кришна! Хареи Кришна! Хареи Кришна! Хареи Кришна! Хареи Рама! Хареи Рама! Хареи Рама! Хареи Рама! Хареи Хареи! Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале, Шримати Бхакти Веданта Свами Низмине, Намасте Сарасвати Деве Говора Ваня Прачарине, Нирвишешешу Ниаваде Пашидя Дышатарине, Джая Шри Кришна Чайтанья Прабудите, Ананда Шри Адвай Тагададхара Шри Васади, Говора Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Хари Хари. Господь Брама предавался аскезам в течение тысячи лет по летоисчислению полубогов. Он услышал трансцендентный звук, раздавшийся с небес, признал его божественное происхождение и, послушный этому звуку, обуздал ум и чувства. Совершенные им аскезы являются уроком для всех живых существ. Так он стяжал славу величайшего из подвижников. В комментарии нам раскрыт секрет успеха. Шри Ва Прупада раскрыл нам секрет успеха в духовной жизни. Выполнять указания истинного духовного учителя. Единственная обязанность ученика именно в такой безоговорочной готовности исполнить любые указания истинного духовного учителя и кроется секрет успеха. Конечно, это нужно понять правильно. Однажды его святейшество Бхакти Вайбава Махарадж во время встречи с учениками тоже сказал, что вот это так. А потом говорит одному из своих учеников, присутствовавших там, «Давай, — говорит, — прыгай теперь из окна». А это был, может быть, девятый этаж или какой-нибудь в этом роде. И ученик уже начал разгоняться, а Бхакти Вайбава Махарадж его остановил и говорит, «Нет, на самом деле ты должен задать был мне сейчас вопрос». Какой вопрос? Вопрос такой. Как это мне поможет в моей духовной жизни? Какое благо я получу в своей духовной жизни? То есть, иначе говоря, истинность духовного учителя, да, что такое истинный духовный учитель? Это тот, который именно вот все по Шри Гуру Парампари передает, то есть по цепи ученической преемственности, ничего своего не сочиняет. И, соответственно, Гуру Садхушастрю, то есть всегда нужно перепроверять, а вот есть ли соответствие. Этот вопрос, во-первых, как это поможет мне в моей духовной жизни? Он вполне адекватный, вполне нормальный вопрос. То есть наставление, которое мы получаем от духовного учителя, это штука обсуждаемая. Иногда искон называют армией Господа Шри Чтани Махапрабу, но это не означает, что мы, получив здесь приказы, просто должны взять под козырек и ничего не обсуждая, не уточняя и так далее. Или уж тем более не говоря, что там, а я не могу, а я не справлюсь, даже если я реально не справлюсь, потому что у каждого есть свои способности и возможности, ограничения. Так вот, в нашем случае это обсуждаемая тема. То есть мы можем спросить духовного учителя, а как это выполнить, а как это сделать или прийти и сказать, а не получается, а не могу. То есть хотел бы, но не могу. Не так, что наставления ваши плохие, почему? Потому что я не могу их выполнить, а просто не могу. То есть проблема во мне. Проблема не в наставлениях, проблема во мне. Вот, и как понять, да, где благо в этих наставлениях? А благо в этих наставлениях заключается в том, что мы получаем так называемое вечное духовное благо, которое на санскрите обозначает словом шреес. Шреес. То есть есть у нас шреес и есть у нас преес. Вот у нас два таких термина. Это мы прочтем небольшой фрагмент из книги Шичинандана Махараджа, которая называется «Гай три мантры». Глава третья называется «Обретаем квалификацию». Какую квалификацию? Браманическую квалификацию. Шрила Парупада говорил о том, что Искон создан для того, чтобы создавать людей первого класса. Люди первого класса, это, собственно говоря, браманы и есть. Мы, конечно, можем задаться вопросом или начать говорить, что вот, мы не браманы, у нас другая природа. Но так или иначе, некоторая браманическая составляющая в наших действиях, в нашем характере, в нашем мировоззрении все равно должна присутствовать в том смысле, что это имеет отношение к саттва гуне, гуне благости. А гуна благости, как известно, это промежуточный этап между тем положением, в котором мы находимся сейчас и той точкой, точкой Б, точка А и точка Б. Точка А – это то, где мы сейчас находимся. И точка Б – это куда нам хочется попасть. Точка Б. Что же это такая за точка Б? Это, конечно же, Кришна Прима Бхакти. Кришна Прима Бхакти. Но прежде чем говорить о Кришна Прима Бхакти, то есть это очень высоко, мы не размениваем, мы не удешевляем эту высокую цель. Есть еще промежуточные цели, и они тоже, промежуточные задачи, они тоже очень важны. И вот в связи с этим возникает эта тема Шреес и Преес. И сейчас мы об этом поговорим. Вот Шичинадана Махарадж говорит о том, что у любого, пишет точнее, что у любого объекта или у любого живого организма есть четыре аспекта, которые называются название, форма, качество и деятельность или функции. Или на санскрите это называют, собственно говоря, нама, рупа, гуна и лила. Нама, рупа, гуна и лила. И мы знаем, вот мы поем по утрам, вот буквально недавно пели уже про духовного учителя Шри Радика Мадавайор Апара Мадурия, рупа, гуна, лила, намна. Мадурия, Мадурия, как-то я перебутал в порядок. Мадурия, гуна, мадурия, лила, гуна, рупа, намна. В общем, да, то есть перечисляется вот это. Одно из качеств духовного учителя, опять же истинного духовного учителя, в том, что он постоянно испытывает переживания духовные, позитивные. А духовные переживания, они позитивные всегда, даже если это випраламха, даже если это разука, даже если это какие-то потрясения или испытания. Это позитивные переживания всегда, потому что они связаны с Господом. Те, кто в духовном сознании находятся, они это понимают. Пока что нам это понять сложно, но так или иначе. Вот в этом тексте, в Гурваш-таки, поется о том, что духовный учитель испытывает постоянно вот это духовное счастье, духовную наполненность, медитируя на Кришну, Шри Шри Рада Кришну, на их наму, рупу, гуну и лилу, то есть на сами их имена, на их облик, форму, рупу, на то, как они выглядят. Мы можем на это медитировать тоже, мы можем скачать картинку из интернета с изображением Шри Шри Радхи Мадавы из Майпура, например, или какое-нибудь другое изображение, какое нам по душе, и разглядывать это, это здорово. Кто-то в большей степени к этому склонен, кто-то в меньшей, кто-то в большей степени обращает внимание на то, какого цвета одежды у божеств сегодня, кто-то в меньшей. Это по-всякому бывает у людей, люди разные, так или иначе. Медитация на форму, улыбается Господь или не улыбается мне сегодня. Опять же, дальше качество, то есть медитация на качество. Какие качества у Кришны, какие качества у Шримати Радхарани. Есть списки, есть перечни, качества, их качества, они известны, это в шастрах есть. И, наконец, деятельность. Но если говорить про Шримати Радхарани и про Кришну, то существует очень много разных лил между ними до знакомства даже, с которыми мы еще пока что не доросли, но, по крайней мере, какие-то из них нам известны. По милости Шривы Парупады, десятая песнь Бхагаватам, книга Кришна, что-то мы знаем, что-то нам известно так или иначе, что-то нам рассказывают во время паломничеств в Риндаван. Вот здесь говорится, нама, рупа, гуна и лила. Любой объект, любой субъект можно рассмотреть с точки зрения этих четырех качеств. И Шичинадана Махарадж в качестве примера приводит Мридангу, вот он говорит, нама, Мриданга, наименование. Собственно говоря, Мриданга и есть. Так, форма. Что такое форма? Как выглядит, что представляет собой? Конусообразный глиняный корпус, обтянутый коровьей кожей, снятый с коровы, которая умерла естественной смертью. Качество. Гуна. Малая мембрана издает высокий звенящий звук, большая мембрана звучит гулко, подобная раскатам грома функции, то есть для чего она существует, или лила, какую деятельность совершает эта Мриданга, для чего она нужна. Ритмическое сопровождение киртонов. Профессионал может извлечь из Мриданги звук любых оттенков. Профессионал. Точно так же с истинным духовным учителем. То есть название, форма, как выглядит, потом качество, какими качествами обладают, функции, что он делает, какие у него поступки. Это все можно узнать из курса ученик в Исковом. Можно узнать о том, что такое духовный учитель, кто такой духовный учитель, и кто такой ученик, и какие отношения между ними. И много еще другого можно об этом узнать. Если мы идем в магазин и хотим что-то купить, какой-нибудь товар, да даже просто продукт питания какой-нибудь, молочный, например, или что-то еще, то нам нужно знать, как он выглядит, или, скажем так, быть способным отличить сливочное масло от маргарина, от спреда, как вариант. Или, допустим, мы идем в ювелирный магазин, и наша задача это умение отличить реальный, ну, настоящий ювелирный изделие от бижутерии. Так? Если у нас нету знания по части чего? По части намы, рупы, гуны, ливы в отношении самых разных тем, связанных с духовной жизнью, то, ну, то мы будем обмануты, причем, не то чтобы даже нас кто-то будет намеренно обманывать, мы сами себя обманываем, находясь в этом невежестве, неполном знании, вот, или будем отпрощаться не туда с задачей, с задачей, какая мне нужна, не туда будем обращаться, пошла в аптеку, просить ипотеку, называется. Это был такой рассказ то ли у Чехова, то ли у Аркадия Аверченко про какую-то женщину, которая пришла в аптеку, но при этом она просила там суду или ипотеку, или какой-то, ну, кредит. И, ну, очень сильно, скажем так, напрягла психику вот этого дяденьки, который ее там встретил. Очень такой драматический рассказ, он чем-то похож на рассказ Чехова драма, когда к литературному критику пришла одна графоманка и прочитала ему длительную, длинную, длинную пьесу из пяти актов, и в результате этот литературный критик, он очень уступчивый был, он не мог отказать, но его терпение закончилось, поэтому он просто взял пресс-папье и пришиб эту графоманку этим пресс-папье, и рассказ заканчивается хэппи-эндом, там Чехов пишет, что суд оправдал этого человека. Пресс-папье это такая штука, которой разглаживают, ну, разглаживали, по крайней мере, в девятнадцатом веке бумагу, когда она, ну, сгибалась, то есть там пишешь пером, чернилами, и она в результате уже неровный лист, бумаги, а она становится, ну, такой загнутой, и пресс-папье использовалась для этого, если я ничего не путаю. Итак, возвращаясь к нашим темам, нама, рупа, гуна и лива, четыре вещи, и любое явление в нашей жизни, чтобы его проверить на подлинность, золото, не все то золото, что блестит, блеск, золото, это что у нас такое? Это рупа, это относится к рупе, это относится к внешним характеристикам, но есть другие признаки золота, есть другие признаки золота, помимо рупы, внешнего облика есть еще качество у золота, и его проверяют, его проверяют, специалисты, я не сильно сведущу в этом, как его проверяют, спектральный анализ какой-то, или проба какая-то, или его может быть плавят, разные есть варианты, так или иначе, все нужно проверить по этим четырем этапам, и все то золото, что блестит, и не каждый бакта, который в припрыжку с мридангой скачет на киртане в экстазе, внутренне находится в правильном умонастроении, в духовном умонастроении, можно скакать и радоваться, но при этом, что за этим стоит, какой дух, есть ли дух служения в этом, например, вот дух служения, как качество, как гуна, вот что делает преданного преданным, дух служения, дух предания себя Кришне, а потом пытливость, как ученика, еще что-то, и когда мы идем по пути духовной жизни, то бывает такое, что мы вот эти вот, вот эту гуну, наработать гуну, наработать качество, это требует времени, это требует времени, даже если мы очень сильно хотим, даже если мы прямо вот очень интенсивную практику совершаем, Теврена Бхакти Йогина, даже если она очень интенсивная, все равно оно так устроено, что требуется время на выработку этих качеств, и поэтому бывает такое, что люди за неимением гуны подменяют это рупой, подменяют это неким внешней формой, внешней, ну как бы, ну имитацией, иногда это бывает, вот, да даже не намеренной имитацией, а просто вот, просто вот, ну будем, будем эмоционировать, и будем считать это духовной жизнью, но все равно энтузиазм хорошая штука, даже если он и ложный, лишь бы он был, если его совсем нет, это совсем плохо, а ложный энтузиазм, он в конечном счете вызревает до истинного, если мы идем по духовному пути правильно, если мы готовы переосмыслять себя, переосмыслять свой энтузиазм, и так, вот с точки зрения этих четырех моментов, Шачанана на Махарадж анализирует, если кто-то зовется Браманом, но не обладает качествами Брамана и не действует, как Браман действовать, то есть это означает лива, да, активность, то-то человек не располагает всеми необходимыми составляющими, которые подразумевают этот титул, он подобен Мриданге, которая не издает звуков, такая Мриданга, не настоящий барабан, Браманы должны обладать соответствующими качествами, вести себя, как подобает дважды рожденным, в противном случае они не Браманы, их повторение гаит-ремантер будет неэффективным, ну, знаете, иногда в музеях стоят музыкальные инструменты какие-нибудь, музыкальные инструменты прошлого, они не работают, потому что, ну, ну, не дожили, не дожили, и наладить некому, например, бывает такое, мастера, которые умели работать с данными конкретными музыкальными инструментами прошлого, взяли и вымерли, и уже некому наладить, поэтому просто стоит музыкальный инструмент в музее, как экспонат, бывает такое, мы не должны становиться экспонатами, если мы хотим жить духовной жизнью, у нас должна быть определенная квалификация, однако необходимо знать свой уровень адхикар, и не браться за дела, для которых у нас нет достаточно умения, если мы лишь внешне проходим через инициацию, ничего хорошего из этого не получится, Шри Кришна в Удавагите дает следующее наставление, све-све-дхи-каре-я-ништха, сагунах-пари-кирти-тах, випаря-я-студо-тах-сет, убайор-эта-нишча-ях, постоянно делать то, на что у человека хватает квалификации, све-све-адхи-каре, есть добродетель, и, напротив, занимать положение несоответствующей квалификации, безответственно, и считается предусудительным, таков окончательный вывод. Иногда, да, иногда нам приходится устраивать все так, что на тех или иных позициях, при тех или иных служениях оказываются преданные, у которых не хватает квалификации, Шрила Парупада, в связи с этим говорил эту поговорку, он говорил, скамья научит, скамья, при чем здесь скамья, спросите вы, скамья, на которой сидит судья, не скамья подсудимых, как у нас в суде в российском, а скамья, на которой сидит председательствующий судья, что означает скамья научит, это означает, многое в ИСКО дается авансом, нас допускают до того или иного преданного служения авансом, и мы можем не иметь тех или иных качеств, но это ничего страшного, надо, самое главное, это вот иметь эту решимость, это желание эти качества нарабатывать, то есть недовольствоваться тем набором качеств, которые у нас сейчас есть, и подобно этому мультипликационному персонажу из нашего мультфильма отечественного, который мы все знаем, говорить и так сойдет, и так сойдет, нет, надо работать над этим, если мы над этим работаем, то тогда Гуру доволен, Кришна доволен, и вот здесь говорится дальше в этой третьей главе книги Гай-три мантры, люди в современном мире привыкли получать все по дешевке, потому как правило не интересуются внешним, а как правило интересуются внешним, пренебрегая сутью, в этом мире считается нормальным занимать положение, для которого у человека нет необходимых качеств, то есть нет гуны, нет гуны, хотя те, кто так поступает, на первый взгляд извлекают из этого пользу, польза это коротковременно, преес, преес, означает сиюминутное благо, преес, рано или поздно недостаточная квалификация приведет к тому, что они лишатся своего искусственно занимаемого положения. Если кто-то стремится занять положение брамана, руководствуясь соображениями престижа, вторая инициация не пойдет ему на пользу. Шрила Парупада называл таких людей двукрашовыми браманами, поскольку на базаре браманский шнур стоит гроши и каждый может его купить. Можно искусно обманывать весь свет, включая самого себя, однако вселенские законы обойти невозможно. В духовной жизни нет понятия успешный обман, поскольку духовной деятельностью мы занимаемся перед иными зрителями, перед верховной личностью Бога и святыми. То есть, дорогие друзья, они не относятся к категории, так сказать, благодарная публика. Благодарная публика. Есть люди, которые едят, едят то, что им дают в плане зрелищных всяких мероприятий, а это вот такие люди, они уже более требовательные, ну, то есть, личности точнее. Здесь же еще про Бога говорится. Господь и его чистые преданные не поддаются обману, их не провести внешним блеском, то есть, рупой, внешней формой. Они смотрят в суть, они смотрят на качество. Их не провести внешним блеском, за которым ничего нет. Мы должны развить себе необходимые качества и стремиться к долговременному духовному благу, шреес. Недостойные люди, которые стремятся к кратковременным результатам, преес, в таком настроении получают посвящение в гайдере и принесут больше вреда, чем пользы и себе, и другим. И вот тут дальше Шичанандана Махарадж рассказывает про опыт своего общения со стоматологом, преес и шреес, то есть преес, еще раз, преес, это сиюминутное благо, я хочу, чтобы мне было хорошо сейчас, шреес означает благо, которое я получу в отдаленном будущем, но для того, чтобы мне получить это благо, которое в отдаленном будущем будет у меня, мне нужно что? Мне нужно взять на себя определенную аскезу, взять на себя определенную аскезу, сейчас я тут кнопочку нажму один разок, так, раз, нажал кнопочку, так, это мы закрываем, это открываем, еще раз, открыли, сейчас, одну секундочку, ну да, известная история, в принципе, это у многих так в отношениях с зубными врачами, тянем до последнего, а потом, когда уже нет мочи терпеть, то идем к ним, вот, но есть другой подход к общению со стоматологами, это профилактически, то есть просто ходить к ним, скажем, раз в год или раз в полтора года смотреться, и тогда, кстати говоря, дорогие друзья, тогда, конечно же, ну, мы знаем с вами, те из нас, кто знают, те знают, что если вот так вот делать, то можно очень хорошо сэкономить на стоматологических услугах, потому что, когда мы запускаем эту ситуацию с зубами, с чем-либо еще, то потом, ну, проблема усугубляется, и если говорить о стоматологических услугах, то это уже совсем другие расходы, точно так же и с духовной жизнью, его святейшество Шрила Гапал Кришна Гасвами Махарадж на даршинах одно время говорил, приходите на даршаны, записывайтесь на личные даршаны, раскрывайте сердце, делитесь сомнениями в духовной жизни, ну, то есть не прячьте эти сомнения при себе, а говорите о том, что вот у меня есть такие-то и такие-то сомнения. И дальше он говорит, потому что иначе это подобно онкологии, если человек сомнения свои не раскрывает перед теми, кто мог бы помочь ему изваяться от этих сомнений, то это как онкология, она же имеет эти четыре стадии, первая, вторая, тридцать, четвертая, когда это четвертая, то уже, ну, как бы, как человек выкарабкается из этого состояния. Конечно, бывают какие-то особенные случаи, но чем дальше, тем сложнее. Сомнения. То есть, сомнения означают, что сомнения, по сути, это дефект, тот или иной дефект в шратхе, в вере. Вера – это фундамент нашей духовной жизни. Адал, шратха, татах, садусанга. Начинается сначала все со шратхи, это фундамент. Шратха бывает разная, черная, белая, красная. Мы можем верить в разные вещи. То есть, внешне мы можем быть с преданными, но вопрос большой в том, а что нас держит с ними? Почему мы вместе с ними? И вот эта вещь, ее, если у нас нет самой рефлексии, если мы не задумываемся над тем, а почему мы здесь, то тогда это вопрос серьезный. Это как при покупке дома. Нужно оценить качество фундамента, на котором этот дом стоит. Точно так же и в жизни. Какой фундамент? Какая шратха? Во что я верю? Я верю в что? Во что? Я верю в... Разные бывают варианты. Бывают варианты, например, то, что я хожу сюда, и я занимаюсь бхакти-йогой, потому что рассчитываю, что Кришна будет выполнять мои желания. Любые. На начальном этапе. Допустим, такая вера. Проходит какое-то время. Конечно же, Кришна не мальчик на побегушках. Он не обязан выполнять каждое наше желание. Поэтому, если шратха вот такая, то в какой-то момент у человека возникнут сомнения. А работает ли процесс? Не все мои желания выполняются. Работает ли процесс? Один вариант веры. Другой вариант веры, вариант шратхи. Я вместе с преданными, потому что это самое чудесное в мире общество. Это очень добрые люди. Они меня любят. Они меня всегда понимают. Они меня всегда ценят. Но Кришна всепривлекающий. Он привлекает к себе самых разных людей. И общаясь с преданными, мы видим, что оказывается, не каждый из них понимает нас. Не каждый разделяет наши взгляды. Не каждый. Кто-то ведет себя доброжелательно, а кто-то не очень. И мы снова начинаем сомневаться в этом. Сомневаться в этой идее. Точнее, в этой идеализации своей. В идеализации общества преданных. Преданные бывают разные. Но что объединяет нас всех? Та или иная степень интереса Кришны. Та или иная степень интереса Кришны. Она у каждого своя. Степень интереса Кришны к святому имени, к Шриле Парупаде, к просаду, в конце концов. Интерес к просаду. Это тоже интерес Кришны. Потому что просад неотличен от Кришны. И вот эта степень интереса к духовной жизни, к просаду Кришны в разных формах, она может быть до разной степени проявлена, но она уже серьезный факт, серьезное основание, чтобы считать того или иного человека, который пусть даже просто интересуется просадом, считать его в числе лучших людей, которые меня окружают. Как говорил Шричитане Махапрабу, читание череда. Ну вот, сейчас мы, значит, интересно, Шричитане Махапрабу. Вы уверены, что это было про Шричитане Махапрабу? Да, что-то он хотел сказать. Ну да, а-а-а, все-все-все, да, хорошо, повторим еще раз это. Шричитане Махапрабу сказал, он что сказал? Он сказал, если рядом с вами есть люди, какой-нибудь человек, и он хотя бы один раз сказал Харе Кришна, то считайте его лучшим среди людей, которые вас окружают, которые входят в ваше окружение, в круг вашего общения. Понимаете, да? Лучший среди людей. Это описывается в Шричитане Чаритамрите, там описывается, как Шричитане Махапрабу общался с жителями Кулина Грама. Грама – это означает деревня, то есть такая деревня Кулинова, короче, Кулинова, деревня Кулиново, Кулинограм, деревня Кулиново. И они ходили к Шричитане Махапрабу три раза и спрашивали его, как определить, что перед нами преданные Господа Кришны. И там были разные определения, разного уровня. Например, было такое определение, что преданный это тот, в присутствии которого естественным образом у человека возникает желание, вот это вот побуждение повторять Харе Кришну Махаманту. Шрила Прупада, например, был таким. Ученики вспоминают о нем, он был именно таким человеком, то есть он где-нибудь появлялся и тут же, то есть в принципе Вайшнафа, он вообще внешним видом он напоминает о Кришне, по идее. То есть если мы видим на улице какого-нибудь преданного или даже обычные люди, если они видят, ну просто-просто вот люди, просто они видят кого-нибудь из нас, независимо от того, на каком уровне сознания мы находимся, существует такая штука, она называется проповедь внешним видом. Поэтому если прохожие увидели, допустим, меня, вас и еще кого-то в вайшнавских одеяниях на улице, увидели и поняли, кто перед ними. И они сказали, о, кришнаиты идут. Пусть даже они это сказали не очень по-доброму, но они сказали слово кришнаиты, а там содержится имя Кришны, это означает, они получили ну некоторое благо. Получается, что мы в принципе своим внешним видом побудили их побудили их сказать это святое имя. Но, конечно, это все равно не означает, что мы со Шрилой Парупадой на одном уровне находимся. Шрила Парупада своим внешним видом побуждал людей повторять махамантру полностью. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. А мы своим внешним видом в принципе можем, да, вызвать у людей вот допустим эту фразу, что о, кришнаиты идут, например. То есть не махамантры полностью, а просто упоминание о Кришне. Но это тоже хорошо. Это одно из определений, которое дал Шричитане Махапрабу жителям деревни Кулина, Кулинова, Кулинограм. Вот. А другое определение это то, что преданный это тот, кто хотя бы раз произнес святые имена Кришны. И, соответственно, соответственно, ну хорошо, если мы кого-нибудь побудим к этому. Итак, Шрейс и Преес, стоматология, вот мы привели этот пример, вот он здесь приводится в этой книге. Книга называется «Гай и три мантры», третья глава, обретаем квалификацию, квалификацию Брамана, любую другую квалификацию можно рассматривать вот с этой же той же самой точки зрения Шрейс и Преес. То есть, есть некая внешняя форма и есть подлинная суть, да, то есть, мы смотрим на себя, на соответствие себя тому положению, которое хотели бы занять с точки зрения этих четырех понятий, названия, Кришнаид, форма, как одет, качество, качество, гуна. И, наконец, лива, гуна и лива. И, в принципе, с наименованием и с формой, то есть, с намой и с рупой проблем нет. Можно носить всю эту вайшнавскую атрибутику и называть себя преданными Кришны. А вот два остальных пункта с этим обычно бывают сложности. Точнее, не то, чтобы сложности, а это работа определенная, которую приходится человеку проделывать, если он хочет вообще кем-то стать, преданным Кришной или кем-либо еще, допустим, профессионалом в той или иной сфере деятельности. Это означает, нужно учиться действовать определенным образом и развивать себе качество. И тут никого не обманешь. Можно, конечно же, стать, как обрести, Шрива Парупада пишет об этом в комментариях к Бхагавадгите, можно обрести дешевую популярность среди неискушенных последователей за неимением качеств и способности совершать определенную деятельность, просто производя некий внешний эффект. В Индии таких псевдодуховных людей великое множество. да и у нас, наверное, тоже хватает. Вот. Наша задача в духовной жизни искать подлинные, искать суть и для этого знать, в чем суть заключается, и самим тоже становиться вот такими же людьми, у которых есть и качество, и умение. Это требует времени, все требует времени. Времени и времени, усилий, милости Кришны, история Адамадара Лила, осень наступит, будем медитировать на это. Два условия успеха в духовной жизни, то есть милость Господа и наши собственные усилия. Точнее, наши собственные усилия сначала, а потом в ответ на эти усилия нисходит милость Господа. И что же мы можем в связи с этим сделать? Еще раз вернемся к этому тексту. Вот здесь говорится, как этот успех достигается через милость и усилие. Он достигается через готовность исполнить указания истинного духовного учителя. истинный духовный учитель означает тот, кто принадлежит к цепи ученической преемственности. То есть он чего-то там своего не сочиняет. Он говорит, в чем воля Кришны заключается конкретно по отношению к нам. И выполняя эту волю, мы совершаем эту деятельность, участь точнее, участь совершать эту деятельность, скамья научит, опять же, вот эта поговорка скамья научит. То есть мы нарабатываем эту квалификацию. Нарабатываем квалификацию, нарабатываем качество, требует времени, требует терпения, требует нашего терпения, уццаханишчая дарьят, тататкарма, правартанат, то есть с нашей стороны требуется дарьят, требуется терпение. Мы понимаем, что все это происходит не моментально, Москва не сразу строилась, и Шрила Парупада приводит эту хорошую аналогию в комментарии к Нектару наставлений. Он пишет про женщину, которая хочет обзавестись ребенком, и там говорится об условиях. Нужно, чтобы муж был согласен, нужно, чтобы они зачали этого ребенка, и нужно подождать 9 месяцев. Вот, одна женщина, один мужчина 9 месяцев, вот такая ситуация. То есть, не получится так, чтобы, допустим, один мужчина 9 женщин и 1 месяц, или, допустим, одна женщина 9 мужчин и 1 месяц, так не получается. То есть, есть определенные условия. И процесс, которому мы следуем бхакти-йога, это как лифт. Мы поднимаемся на этом лифте, мы не по лестнице идем, мы поднимаемся на этом лифте. Нам может казаться, что лифт едет медленно, но по крайней мере, он едет быстрее, чем все остальные другие процессы могли бы ехать. И находясь в этом лифте, ну, мы никак не можем ускорить этот лифт. Можно прыгать, подпрыгивать в лифте. Может быть, кто-нибудь подпрыгивал в лифте и знает, что из-за этого происходит, если в нем начать подпрыгивать. Наоборот, ну, процесс естественный нужно набраться терпения. Это терпение требуется от всех. Оно требуется от самого практикующего, который не должен себя терзать и самобичеванием заниматься, что вот, ничего не происходит, мы стоим, мы топчемся на месте и так далее. Терпение от того, кто практикует, и также терпение от его старших. Старшим тоже приходится набраться терпения. Мы практикуем, у нас есть старшие, и они терпеливо наблюдают за нами, надеются, что мы будем, что что-то из нас, что из нас будет толк. Вот, давайте постараемся их не разочаровывать. Харе Кришна, есть ли какие-нибудь вопросы? Харе Кришна, очень хочется вопросы не только от Татьяны, но и от других тоже услышать. Что это было, что это за звук? Харе Кришна, Матаджи Татьяна. Спасибо большое за лекцию. Я задам вопрос не от себя, а во благо других преданных. Вы сейчас сказали, что не стоит себя терзать. Ну, подразумевается, что это может и это говорится и о практике, да? Да. Что нужно соответствовать своей гуне и соответствовать своим качествам. Если у преданных, практикующих преданных, которые заняты в обычной жизни, работают и так далее, не хватает ресурсов на выполнение полностью служения, в том числе и на вычетку всех 16 кругов ежедневно, как ему стоит поступить? You get what you pay for. Что сколько заплатили, то и получили. Вот и все. То есть надо просто создавать условия для того, чтобы повторять 16 кругов вместо того количества, которое сейчас и так далее. то есть ищите и обрящите, спасение утопающих делай рук самих утопающих, стучите и откроют вам и так далее. То есть надо просто искать баланс. Какой баланс? Чтобы и работа была выполнена, и служение было выполнено в том объеме, который взял на себя, и вычитаны все 16 кругов. Ну вычитаны все 16 кругов это абсолютный минимум. То есть нам как бы отступать дальше некуда, позади Москва, то есть некуда отступать. 16 кругов надо это минимум, меньше которого нельзя. то есть я понимаю, понятно, что мы осваиваем эти 16 кругов постепенно, но если это наш уже стандарт 16 кругов, то куда уж меньше 16 кругов, практическое служение также должно быть. You pay what you get for, то есть сколько мы заплатили, столько и получаем, соответственно, тут каких-то фокусов-то особых нету. Сколько положили на банковский счет, столько и можем снять, то есть тут нет таких каких-то фокусов. Хотим, чтобы там лежало больше, надо создать условия, чтобы положить больше. Спасибо. Харе Кришна, дорогие друзья, пожалуйста, подключайтесь к обсуждению, давайте обсудим эти темы. Желаю ваше общение получить. Харе Кришна, стесняться стесняться не надо, давайте, пожалуйста. Какой аскер совершал господин Браун? О, он медитировал, медитировал на то, как ему что творить, то есть он сначала спустился по стеблю вот этого лотоса, на котором он родился вниз. Ничего там не обнаружил, причем лотос был такой длинный, что он даже весь его не прошел, поэтому он вернулся обратно на лотос, но он услышал эти слоги тапа, тапа означает аскеза, и Господь ему и сердце, он же в сердце каждого живого существа, в том числе и в сердце Браама находится, он ему в сердце дал понять, что это за тапа, то есть благодаря этому он понял, что это заслуги, тапа означает аскеза, и он понял, что ему делать, опять же, по милости Господа, и он сел и начал медитировать на то, что и как ему творить, как ему творить вселенную, и это нас учит очень такому важному принципу, означает семь раз отмерь и один раз и сто раз отрежь, один раз отрежь, семь раз отмерь и один раз отрежь, то есть это означает, что прежде чем мы совершаем какое-то действие вовне, нужно его промедитировать качественно внутренне, спланировать, то есть у нас должен быть сознание образ, той деятельности, которую мы собираемся совершить, прежде чем мы совершаем это активное действие вовне, Вот прама, прежде чем создавать, он сначала себе представил, что и как будет. И тот же самый принцип мы можем перенести на свою практику. Принцип, которому следовала прама. Две вещи. Первое, прежде чем что-то предпринимаем, нужно продумать, как это все будет в деталях. И второе, надо помолиться Кришне, чтобы он дал созидательную силу и разум, чтобы мы смогли тот или иной замысел, какой бы он у нас ни был, чтобы мы могли его осуществить. Потому что все равно мы не действующие, и нами управляет Кришна. И именно Он дает нам силу выполнить то или иное дело. А если мы Ему помолимся, то тогда это дело будет выполнено максимально хорошо. Харе Кришна, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Может быть, его аскеза состояла в медитации на мантру, которую он получил? В этом его аскеза? Аскеза, безусловно, в том, чтобы медитировать на Ом и на Тапа. Но он также сел и начал медитировать на то, как творить Вселенную. А потом начал творить Вселенную. Это его служение. Служение – это тоже Тапа, это тоже аскеза. Мы совершаем служение. Вот эти две, кстати, я забыл это договорить. Шреес и преес. Шреес и преес. Преес – сиюминутное благо. Шреес – то благо, которое мы получаем в отдаленной перспективе. И термин шреес, то есть благо отдаленное, оно как раз связано с совершением аскеза. Можно жить для себя. Можно жить сиюминутным счастьем. Это будет преес. Он не приблизит нас к высшей цели. Можно получать, наоборот, наставление духовного учителя, выполнять его наставление. Это будет, конечно же, аскеза в том плане, что преес будет недоступен. Нам придется отказаться от этого прееса, от своих семиминутных желаний, от жизни ради себя, в конце концов, ради своих хотелок. Ради своих хотелок. Но жизнь ради хотелок, духовного учителя и Кришны, она очень возвышенная и нектарна. Честно-честно. Просто этот нектар нам удается не сразу ощутить. Не сразу ощутить. Это как банка с медом. Нам нужно открыть эту крышку и попробовать мед, который внутри находится. А некоторое время, пока мы практикуем, эта банка закрыта. И это, естественно, совершенно. Надо просто пытаться ее открыть. Знаете, банки, они тоже, не все банки сразу открываются. Надо напрячься и открыть эту банку по милости Кришны, по милости духовного учителя и преданных. Харе Кришна. Какую мантру он получил? Там, говорится, 18 букв мантра. А-а-а. Так. Какую мантру? А вы не помните? Вы не помните, нет? Шатинан Махараш, он в этой книге пишет. Вы не помните? Гупал мантру он получил. Гупал мантру получил. Да, он долго повторял. Но там, по-моему, не 18 букв, там больше. Да, насчет слогов, там то ли в той же книге Гаи Три мантры, то ли где-то еще, там объясняется эта арифметика, почему, когда мы эту мантру считаем, у нас получается по-другому. Но я, опять же, вот забыл детали, к сожалению. Вот, спасибо большое, Прабу, за уточнение насчет мантры, на которую медитировал Господь Брама. Так, ну что, судя по тому, что мы видим из храма, нам пора заканчивать лекцию. Кран Тарад Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Ниттай Гоура Примананда, Хари Хари Бол. Спасибо за внимание. Хари Кришна. Хари Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok